это он не вот видно что биологии плохо это курицы я заговорил всем привет вы смотрите новый выпуск проекта перекличка с вами как всегда я руслан корочка матурочка и еще один руслан а почему тогда вы грустно мне ли это заканчивается начинается учеба на слушай у меня идея давай с ними выпуск про самые сложные предметы о а мне нравится классная идея давай ну мы тогда с матурочка добывать драгоценные ответы ну удачи а мы переходим к третьему месту нашего онлайн опроса сегодня английский язык самый популярный язык в мире на нем говорят почти 50 стран для кого-то он родной а кто-то как и мы с вами пытаются выучить его история английского языка началась трех германских племен которые пришли с территории дании и германии современные английские это смешение разных языков и даже сегодня он не статичен и постоянно обновляются добавляются новые слова выражения и фразы интересно что автором современного литературного английского языка принято считать уильяма шекспира тот который написал ромео и жильетту а создателям современного литературного русского языка принято считать Правильно, Александра Сергеевича Пушкина. Так почему же для многих изучение английского языка сложное? Есть ряд причин. Во-первых, одно и то же слово обозначает две противоположные вещи. Во-вторых, некоторые слова пишутся одинаково, а обозначают разное. В-третьих, можно неправильно произнести слово, хотя написано оно верно. В-четвертых, легко запутаться в похожем по написанию словах. Английский тяжело учить из-за того, что в нем другие правила и слова, не такие, как в родном языке. Приходится учиться говорить заново, как это делают дети. Нужно и важно учить английский язык. Как минимум, при поездке за 3-9 мель вы точно не пропадете. Именно поэтому в нашем ТОПе он занял почетное третье место. Сегодня мы вместе с Курочкой Матурочкой спрашиваем у жителей города, какой, по их мнению, был самый сложный предмет в школе. Какой самый сложный предмет в школе? Математика. Математика, так? Математика. Математика. Общеслознание. Общеслознание, кто-то общеслознание не любит, не любит прав. Английский. Английский. Ну, математика мне, честно, тоже не нравится. Ну, я думаю, это моя учительница не увидит. Погладьте. Может, кто-то возьмет, я хочу записать. Давайте я. Смелая. Аккуратно, крыло. Крыло. Я тебе помогу сейчас. Вот так. Так. Да. Что легче, английский или курицу держать? Курицу держать. Понятно. Какой для вас был сложный предмет? Физика. Физика. Потому что нужно учить формулы. То есть вы по натуре гуманитарий. Подержите, я запишу. Давай. Крепко держите. Ох, это физика. В каком ты классе учишься? Я перехожу в четвертый. В четвертый. И как тебе кажется, какой самый сложный предмет в школе? Мне кажется, русский. Русский язык. То есть ты не любишь русский? Да. То есть математика лучше? Ну да. Значит тебе нравится больше считать, чем читать и писать, да? Ну, читать я люблю, а вот писать не очень. Не очень. Какой, по вашему мнению, самый был сложный предмет, который вы не любили? Да, я даже не могу вам точно и вспомнить. Ну вы гуманитарий или больше математически его нравились? Гуманитарий. Да, хорошо. Большое спасибо. Ты смотришь проект «Перекличка». Сегодня мы составляем рейтинг самых сложных школьных предметов. Кто расположился на третьем месте, ты уже знаешь. Пора узнать, какому предмету немного не хватило голосов до попадания в тройку лидеров. Математика. Эта наука зародилась тогда, когда человек еще начинал исследовать окружающий мир и накапливал знания о нем. Весомый в класс становления математики как науки внесли ученые Древней Греции. Пифагор, Фалет из Мелеса, Архимед. Сейчас вы скажете, ведь Архимед был физиком. Да, в современном понимании да. Но в те давние времена и физика, и геометрия, и алгебра были одним предметом – математикой. Недаром говорят, математика – царица всех наук. Сейчас, в век интернета, мы бы тоже не обошлись без математики. Ведь не было бы таких вещей, как смартфона, телевизора, радио и многого-многого другого. Ну а мы движемся дальше по списку самых сложных предметов по мнению общественности. Второе место в нашем голосовании занимает химия. И это понятно, ведь выучить таблицу Мендереева или правильно смешать реактивы – не так просто, как кажется на первый взгляд. Химию начинают учить с восьмого класса. Для химии выделяют специальный кабинет, ведь в обычном классе ты не проведешь обычный урок химии. В этом году у учеников восьмого класса появляется новый предмет – химия. Поэтому за это лето некоторые попытались экспериментировать с набором юно-химик. Вообще, химия – наука экспериментальная. Так что экспериментируйте и делайте открытие. 2019 год посвящен периодической таблице Дмитрия Ивановича Мендереева. Ей исполнится 150 лет. В честь этого в школах были проведены специальные выставки и дополнительные уроки по химии. Знания по химии помогут вам стать хорошим врачом, ветеринаром, научным сотрудником, преподавателем. Так что учите химии, ЕГЭ не за горами. А в нашем топе химия занимает второе место как самый сложный предмет. Скажи, пожалуйста, какой у тебя самый нелюбимый школьный предмет, который кажется тебе сложным? Математика. Математика. Ты не любишь, да, формулы? Не любишь? Нет. Или это связано с учителем? Нет, именно из-за... То есть ты гуманитарий? Наверное. Поддержишь и запишу? Чего? Я запишу, я составляю опрос, я хочу записать. Хорошо. Крепче, держи, держи крепче. Я думал, ты любишь физкультуру, ты ездишь по жаре. И физкультуру. И физкультуру любишь, да? И рисование любишь. И рисование, кстати, еще никто не отвечал. Какой самый сложный предмет в школе для тебя был? Для меня математика. Математика. Да. Я математику, честно, тоже не люблю. А есть еще какой-то предмет, который сложный? Нет. Нет, именно только математика. Это связано с учителем или просто ты ее не любишь? Просто... Просто не любишь? У меня не математический склад ума. То есть ты гуманитарий? Да. Поддержишь, я запишу. Я заставляю опрос. Только держи, закрыли, она может улететь. Уже что это? Это курица. Математика. Кстати, популярный ответ. Сегодня мы спрашиваем у жителей. Можно, конечно, можно же поддержать. Я спрашиваю сегодня у жителей города, какой, по их мнению, самый сложный предмет в школе? Какой сложный предмет? Наверное, биологию. Я на нее мало ходил. Я на нее тоже никогда не ходила. Хотя понимал, но... Мы покажем это видео учителю по биологии. Скажем, почему? Почему ученики не ходили? Поддержишь, я запишу? Конечно, поддержу. Она не кусает? Нет. Малышка, держи. Это он. Это петух? Нет. Ну вот видно, что биология плохая. Это курица. Это курица. Ты смотришь проект «Перекличка». Сегодня мы составляем рейтинг самых сложных школьных предметов среди симферопольцев. Делаем мы это, как всегда, двумя способами. В онлайне и офлайне. Если со вторым все понятно, Руслан с курочком и турочкой опрашивают прохожих, то в онлайне не все так просто. Свое мнение уже высказали интернет-пользователи. Остался самый главный вопрос. Кто же расположился на первой строчке нашего онлайн-опроса? Первое место среди самых трудных школьных предметов занимает физика. Она изучает законы природы, и на самом деле это очень интересно, пока дело не доходит до формул и решения задач. Термин «физика» впервые использовал Аристотель, который жил в IV веке до н.э. Русский язык это слово ввел Михаил Васильевич Ломоносов. Он перевел и издал первый в России учебник физики, а также внес значительный вклад в развитие этой науки. Кстати, в МГУ имени Ломоносова очень ценится физический факультет, ведь каждый день там проводятся различные эксперименты и совершаются новые разработки. Думаю, каждый, кому трудно дается физика, задавался вопросом, зачем же я ее вообще учу, если она мне не пригодится. Дело в том, что изучение этой науки развивает человека. В первую очередь улучшается интеллект, то есть у меня думать и размышлять. Часто ученики говорят, что они прекрасно рисуют, танцуют или поют, поэтому не видят смысл учить физику, но это совсем не так. Очень точно по этому поводу высказался поэт Алексей Сисакин. Бессмысленное искусство без науки. Шедевры создают и ум, и руки. Это значит, что важен не только ваш талант, но и ваши знания. В современном мире физика очень важна, ведь именно благодаря физическим открытиям у нас появилась техника, которой мы пользуемся каждый день. Поэтому советую вам изучать этот предмет, ведь может именно ты сможешь понять физику и в будущем сделать какое-нибудь невероятное открытие. Но в нашем топе физика заняла первое место. Это значит, что школьники считают ее самым сложным предметом. Сегодня мы спрашиваем у жителей города, какой, по их мнению, самый сложный предмет в школе. Какой для вас был сложный предмет? Математика. Математика. Ну, а вот знания, которые вам давали в школе, они пригодились жизни? Да. Да. То есть нужно ходить в школу, нужно учиться? Конечно. У меня не было сложных предметов. Я отличница. Ух ты. То есть вам все предметы нравились? Да. Но это хорошо. Но все-таки вот я, например... Ну, физкультура для меня была сложная. А вот, например, мне физкультура нравится, я не любил математику. Мне нравится, но мне для нее сложно, мне не так нравится. Математика вам нравится? Очень. А мне нет. Ладно. Хорошо. Спасибо. Ну, наверное, химия и физика. Химия и физика. Да. То есть вам не нравилось, да, изучать химические вещества, физические вещества? Мне это сложно удалось. Сложно удалось. Ну, то есть вы больше гуманитарий, чем... Да. Нарь, да? Друзей, привет. Привет. Мы спрашиваем у жителей города, какой, по их мнению, самый сложный предмет в школе? Какой для тебя был сложный предмет? Физика. Физика. То есть сложная физика. Что такое? Ну, классическая. А физкультура нравится? Нет. Не нравится? Нет, не хуже. Почему? Не хочу. О, это увидит учитель физики. Физик с культурой. Дай шучу. Погладь курицу. Кому-то не нравится русский, кому-то не нравится математика. Химия. Химия. Вот химия не нравилась, да? Ну, как ты? У нас химичка была никакая. Ну, вообще. То есть это зависит от учителя, да? Конечно. Да. Хорошо. Ну, если бы я был хорошист такой хороший. А химия? Химия хромала. Ну, у меня химия тоже хромает. Итак, пора подводить итоги нашей переклички. Сегодня мы с вами искали ответ на вопрос, какой школьный предмет самый сложный. В интернете на него отвечали подписчики нашей группы в социальной сети. А в реале Руслан с Матурочкой опрашивали прохожих. По мнению интернет-пользователей, английский занимает третью строчку, химия вторую, а лидером интернет-голосования стала физика. Это мнение тех, кто голосовал в интернете. А вот мнение тех, кого встретили Руслан с Матурочкой. На третьем месте русский язык. Второе место прохожие отдали математике. А физика и химия стали самыми сложными предметами по мнению общественности. Вот такие дела. До встречи. Так вот, слушай, вышел я однажды к доске и понимаешь, все.